Мороз с победом не помеха. Нефтьюганские моржи вернулись домой с очередной наградой. Накануне в Сургуте команда завоевала серебро открытого чемпионата и первенство Югры по зимнему плаванию. Сейчас спортсмены закаляются перед новыми стартами и делятся с горожанами секретами крепкого иммунитета. Материал наших коллег. Теплое! На улице по воде! В воде теплее! Присоединяйтесь и будьте здоровы! Призыв у ценителей купания в проруби наша съемочная группа отнеслась с улыбкой. Без подготовки решили не рисковать. Все-таки на улице крепкий минус. Но, как заверили сами моржи, для тех, кто привык закаляться, любая простуда нипочем. Вот так мы и закаляемся. Поэтому нам не страшен коронавирус. А вот от предложения выпить горячего чая мы не отказались. По словам нефтьюганских моржей, он тоже целебный. Самый лучший чай, это вот Иван-чай у нас растет рядышком. Но этот мы вот заказываем в Томской области. В нем большое содержание витамина С. Он очень вкусный, он очень полезный. Его нельзя ни перепить, ни перезаварить. Сейчас в клубе любителей зимнего купания состоит более 200 нефтьюганцев. Из них на регулярной основе в прорубь ныряют около 40 человек. По словам лидеров движения, многие отсеиваются по причине банального страха. К таким здесь относятся с пониманием и объясняют, как избежать переохлаждения. Во-первых, у нас есть правило. Один в прорубь не ходи. И как бы опьянение тоже не появляется. Ну, то есть ты в том состоянии, когда ты себя не контролируешь. Тресная вода всегда будет плюс два. Поэтому организм человека легко адаптируется. И, соответственно, здесь мы расширяем свои возможности, которые можем привнести в жизнь. Закаляться или нет – выбор каждого. Главное – поступать во благо, а не во вред собственному здоровью. Елена Волкова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Специально для программы «Вести Югория».